Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире информационная программа «ПС-Информа». Актуальные темы, интересные гости, интерактивное общение. Мы работаем в прямом эфире. В эфире 639-717. Наш телефон. Смотрите сегодня в выпуске. С уполномоченным при губернаторе в Архангельской области по правам ребенка Ольгой Смирновой говорим о безопасности наших детей. Выслушаем на эту тему мнение Виктора Панова. Узнаем, что думает Павел Астахов о бэйби-боксах. Тему нашей сегодняшней программы подсказала страшная статистика по разным данным. Ежегодно по вине взрослых в России гибнет около двух тысяч детей. Вот только несколько трагических случаев, которыми запомнился январь 2016-го. 11 января в Екатеринбурге утонула воспитанница дома-интерната. Няня посадила девочку-инвалида в ванну и оставила одну. 12 января в Новороссийске от пищевого отравления умерли двухлетние малыши. В течение двух дней их родители занимались самолечением, не прибегая к помощи врачей. 21 января в Архангельске погибла девятилетняя девочка. Она провалилась в незакрытый канализационный люк. 28 января в Петропавловске погибли трое восьмилетних мальчишек. Они провалились в камеру с водой, температура которой превышала 100 градусов. Местные энергетики вели ремонт теплотрассы, не соблюдая техники безопасности. Гость нашей программы, уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольга Смирнова. С ней мы и поговорим о безопасности наших детей. Ольга Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, почему такие страшные цифры? Почему такая страшная статистика? Вот чего нам не хватает? Нам не хватает денег, нам не хватает законов, нам не хватает мозгов. Почему гибнут дети? Ну, в первую очередь, я считаю, что там не хватает внимательного отношения всех нас взрослых к нашим детям. Потому что вот любые эти случаи, это говорят о том, что где-то что-то, значит, со стороны нас взрослых было не соблюдено, не сделано вовремя. Вот то, что касается нашего вот этого ужасного случая, трагедии с девочкой. Мы два года, и 2014, и 2015 год занимались вот этими люками. В 2014 году вместе с корреспондентом газеты «Правда Севера» Натальей Александровной Парахневичей, мы объехали эти люки, посмотрели, все зафиксировали. Был сделан большой запрос, были показаны и в газете все, где что, чего происходит. То есть выявили случаи, открытые люки, доложили. Доложили, все сделали, проконтролировали. Значит, работа была проведена. Люки закрыли? Люки были закрыты. Вот мы большинство из них перепроверили. В 2015 году, когда мы снова поехали проверять детские площадки, мы снова посмотрели эти люки. И мы опять некоторые из них обнаружили открытые. Так дело в что, в системе? Дело все в том, что либо это делают люди, которые, значит, хотят, как мне, допустим, поясняют, некоторые говорят, что они сдаются там на металлолом, еще куда-то там, их принимают за деньги. Кто-то, значит, ходит, их снимает, сдает. Другие же опять моменты, когда что-то, видимо, ремонтируют, может быть, тоже забывают закрывать эти люки. Вот. И результат вот он такой, какой есть на сегодняшний день. И мы опять, значит, проверили в 2015 году. Через некоторое время опять проехали, опять мы обнаружили закрытые люки. И 2016 год там дает такой результат. Конечно, и сегодня самое-то главное, что вот этот-то люк, он ведь неподалеку располагался и от школы, и неподалеку от храма. И люди там ходят. И вот я все время ко всем обращаюсь. Вот мы взрослые, давайте не проходить мимо. Вот если мы увидели открытое что-то, и это опасно для наших детей, а дети могут просто идти, не заметить, снегом занесет, еще что-то, они провалятся, и в результате может быть трагедия. Поэтому нам надо обратить на это внимание и обратиться во все службы, которые ответственны за это. В том числе и к вам. Да, я вот сейчас на своем сайте расположила информацию, где написала, что обращайтесь в соответствующие структуры. И если что-то, значит, не устраняется, обращайтесь и к нам. И мы будем держать на контроле. Нам не надо, чтобы у нас продолжалась гибель детей вот по таким ситуациям. Нам надо их предотвращать. Может быть, для глобального тогда решения проблемы нужно как-то переориентировать законы вот в тот же порядок благоустройства. Может быть, прям внести строчку об ответственности за гибель, за травмы детей, и все будет по-другому. Но ведь дело-то все в том, что если это относится конкретно, значит, к определенной организации, это люк, она и несет ответственность за это. Она и должна отвечать за то, что происходит. И они должны контролировать эти все, значит, люки. Но здесь получается так, что месяц тому назад, значит, проходили какие-то работы, и, как утверждают, значит, владельцы этого, что это было все закрыто. Но за месяц, вот видите, произошла опять, значит, надо чаще, наверное, держать на контроле эти ситуации. Виктор Петрович Панов тоже высказался, многодетный отец, с многолетним стажем высказался о безопасности детей. Давайте услышим мнение. У меня есть маленький ребенок, ему три года. И я убежден, что страшнее Архангельска для детей вообще ничего нет. Ну, уже, ребята, когда мы доходим до того, что человек падает в колодец, там, 9-летняя девочка, по-моему, и разбивается, за это, простите, надо кадык кому-то отрезать, вот, понимаете, кто-то должен отвечать. Вообще, пора бы принимать уже не просто жесткие, но когда гибнут дети, жестокие меры. Дышать нечем. Вот сейчас вот подрастаяла немножечко, у меня жена идет по набережной гулять с ребенком. И она говорит, я только его останавливаю, потому что кругом собачье дерьмо, очень опасно. Во-первых, темно в Архангельске, как бы мы там ни говорили, плохо освещены улицы. Машины очень много, вот я просто вот через дорогу идешь, где нет светофора. Частенько вот я иду с ребенком, они врубаются в последнюю минуту. Ну, нет культуры человеческой. Ольга Леонидовна, вы согласны с этим комментарием? Да, я вижу озабоченность человека, и он правильно указывает на многие моменты, что действительно нам надо думать в целом о городе, в целом его благоустраивать и обращать внимание всех людей, что если мы живем в этом городе, так мы должны, как говорится, болеть душой за каждый момент, за то, что у нас происходит. И если мы видим что-то, то надо с помощью всей общественности эти вопросы поднимать, устранять и приводить к тем результатам, которые действительно у нас как бы предотвратят вот эти все ужасные случаи, которые происходят. Все-таки общественность или государство большей частью в ответе за это? Здесь вместе, понимаете, государство-то в ответе. Вот те, кто ответственные лица, они должны, естественно, понести и наказание соответствую, что они следили, не посмотрели и так далее. Но и мы, общество, если мы что-то видим, а вдруг, значит, там что-то не замечается, мы же тоже должны говорить. А в целом наше общество, оно равнодушно, оно предчувствует, проецирует на себя. То есть увидев колодец, понимает ли человек, большей частью мы вообще все, что когда-то в него может провалиться там ребенок. То есть мы ответственны в этом отношении? Ну я думаю, что и у нас есть люди неравнодушные, их достаточно много, но не всегда, к сожалению, сегодня у неравнодушных людей тоже не всегда все получается вот так вот быстро решить какие-то вопросы. Потому что я сама один раз столкнулась, когда, значит, я обнаружила вот этот люк открытым и срочно забила тревогу, что его надо срочно закрыть, потому что он был как раз в таком многолюдном месте. Мне тоже пришлось несколько часов потратить на то, чтобы с учетом того, что я еще и уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка, мне пришлось даже пользоваться тем, что вот я уполномоченный, и потратить несколько часов на то, чтобы этот люк был закрыт. В течение которых уже кто-то мог погибнуть. Да, но мы с мужем соорудили, значит, такой треножник, поставили и красных ленточек я навязала на это время, чтобы никто вот видел. Сами. Сами с мужем я попросила его, что давай соорудим, потому что там действительно было опасно. И вот в течение трех часов я отрешала эту проблему. Но ведь это же не дело. Ну, я согласна с вами, но я это увидела, значит, я должна была это решить. Конечно, вы должны, да. Да. И точно так же я считаю, что вот каждый человек, который если должен видеть, что он должен понимать, что где-то кто-то ребенок может оказаться вот в этой ситуации. И, конечно, если он видит, что это опасно, то, по крайней мере, сообщить в структуры соответствующие он может. А там уже соответствующие структуры пусть, значит, начинают работать по этому направлению. Но очень бы хотелось, чтобы власти реагировали на это как на стихийное бедствие, да? Конечно, это обязательно, потому что любая такая гибель, она вообще не должна быть у нас. Вот ее не должно быть. Я понимаю, когда там заболевает ребенок и в силу определенных обстоятельств мы не можем справиться. Но это тоже очень печально. Но когда вот эти случаи, их вообще не должно быть у нас. Ольга Леонидовна, а представители вашего института участвуют в разработке законов, которые напрямую не относятся к детям, но все-таки влияют на их безопасность, работа этих законов. Приведу пример, чтобы вы понимали, да? В Татарстане в январе, мы помним этот случай, погибли дети, пятеро детей. Почему? Отключили теплоснабжение, обогревались электроприборами, плохая проводка, дом сгорел. Вроде бы все правильно. Вроде бы долги, неблагополучная семья отключили, долги, все сделали правильно. Но откуда, почему не регулируется вот такой процесс законом? Минус 20 в январе отключить у многодетной семьи теплоснабжение. Вот я к тому, что, наверное, если бы все законы преломлялись до того, как их принимают на детей, может быть, все было бы по-другому? Может быть, вот этой старашной статистики, да? Опять же, здесь само по себе слово страшная статистика. Смерть миллионов людей статистика и одного трагедия. Это уже не трагедия, это уже статистики. Может быть, тогда все было бы по-другому? Ну, у нас вот ежегодно проходит съезд. Павел Алексеевич нас всех уполномоченных собирает два раза в год. И я хочу сказать, что мы вопросы, которые вообще есть, и проблемные вопросы, которые поднимаются в регионах, мы всегда обсуждаем их на съездах. И, конечно, все предложения, которые высказываются, в том числе и в отношении законодательства, эти предложения всегда доходят до соответствующих структур. Павел Алексеевич нас выслушивает, собирает. Потом, значит, вырабатываются конкретные предложения. Всегда идут, значит, конкретные, значит, обращения к конкретным органам. И, в общем-то, готовится ежегодный доклад, где, какие проблемы, что необходимо изменить. И, опять же, значит, вот это все доводится до соответствующих структур. Другой вопрос, что, конечно, какие-то, значит, предложения, они учитываются в дальнейшем, отрабатываются и с депутатами Государственной Думы. Я хочу сказать, что у нас депутаты Государственной Думы практически на каждом съезде присутствуют. Вот Ольга Юрьевна Баталина, например, она постоянно с нами работает, причем очень конкретный, такой интересный депутат, который очень четко всегда конкретно отвечает на вопросы и очень четко рассказывает то, что удалось сделать, какие, значит, там изменения внесены. Значит, ну, она в целом по законодательству говорит. Ну, я хочу сказать, что по уголовному законодательству, например, вот за этот период времени, ведь очень многие статьи были ужесточены в плане вот насилия над детьми и прочие моменты, то есть, в общем-то, вот это движение ведь идет вперед. Понятно, что еще есть какие-то вопросы, их много, которые требуются обсуждать и в дальнейшем, естественно, значит, в общем-то реагировать на них и проводить их в жизни, потому что, к сожалению, к великому мы сталкиваемся в жизни со многими ситуациями, но опять же, вот мы говорим о том, что, да, в законе прописывать это надо, но есть такие ситуации, которые все это ведь законом, конечно, не пропишешь. И здесь опять же мы говорим с вами о том, что это просто надо вот любой той структуре, ну да, вот не платят там, допустим, за электроэнергию, взяли и отключили. И даже не задумались над тем, что это вот такой мороз, что там дети, многодетная семья и так далее. К нам тоже идут такие обращения, когда накапливаются долги у родителей. Они приходят к нам, поясняют ситуацию, и они говорят о том, что нас отключили. Вот у нас тоже была такая вот ситуация, буквально вот на днях обратилась к нам мама. Значит, мы что, мы связываемся с этой компанией, начинаем разговаривать, говорить о том, что вот вы понимаете, значит, они готовы платить, но они не могут сразу заплатить 120 тысяч рублей. У них нет таких денег. Давайте так, договоримся, что они подпишут соглашение, чтобы рассрочку, чтобы по определенным, значит, месяцам, определенные суммы, слава богу, договариваемся. Идут навстречу, договариваемся, идут дальше, направляем туда родителей, отслеживаем эти моменты, значит, и далее уже проплата начинается. То есть в каждой ситуации, я считаю, что любой вот руководитель, он должен быть еще и человеком и предлагать разные, разные варианты решения того или иного вопроса. Ольга Леонидовна, раз уж заговорили о законопроектах, давайте остановимся на законопроекте, регулирующем безопасность бэйби-боксов. Для тех, кто не знает, расскажу, бэйби-боксы, специально оборудованные ящики или контейнеры для новорожденных, подкидыши. Одна дверца ящика открывается на улице, другая в помещении родильного дома или больницы. Любой человек может анонимно оставить в нем младенца, после чего внутри учреждения срабатывает сигнализация. Малыша из ящика достают, обследуют, составляют необходимые документы. Если через определенный период за ним никто не вернулся, его отдают на усыновление. Если за младенцем возвращаются, забрать его можно будет только после проведения генетической экспертизы и суда. По поводу бэйби-боксов выразил свое мнение уполномоченный при президенте по правам ребенка Павел Астахов. Давайте его послушаем. Ящик для ребенка – это противоречит не только ряду российских законов, но и моральным принципам. К тому же в Конвенции о правах ребенка ООН говорится, что ребенок имеет право знать о своих родителей. Следом за бэйби-боксами по такой логике можно смело открывать пункты по приему стариков. Чего их бросать, правда? Не исполняйте обязанности, идите и сдайте. Вот и все. Завел Павел Астахов. Ольга Леонидовна, буквально вчера в Новой Москве нашли новорожденного тела, новорожденного ребенка. Как Вы думаете, если бы были бэйби-боксы распространены, не произошло бы этого случая? Ну, я думаю, что, к сожалению, к великому. У нас даже в тех городах, в которых есть бэйби-боксы, все равно случаи, когда оставляют детей, они у нас имеют место быть. И я думаю, что тот, кто вот решил, не стоял на учете в больнице, тот, кто решил, значит, просто оставить, кинуть ребенка, и этот ребенок не нужен, он и не дойдет, и не донесет до бэйби-боксов. То есть не сработает бэйби-боксы? Я, к сожалению, к великому все больше и больше убеждаюсь в этом. Потому что, Вы посмотрите, у нас ведь с Вами тоже есть такие примеры, когда, значит, рожают просто в туалете прямого падения, и этот ребенок остается вот там. Причем в нашем же регионе. Да, и он просто погибает. Ведь, к сожалению, у нас эти случаи с Вами имеют место быть. Вот я, конечно, не знаю, как назвать таких матерей, но их просто матерью назвать нельзя. А почему? Почему избавляются, прямо скажем, от детей вот таким каким-то совершенно невероятным способом? Что матерей может побудить это сделать? В принципе. Ну, я считаю, что это прежде всего это воспитание вот самой этой женщины, это нравственная основа этого человека. И если она вот так вот вынашивая ребенка и так может его оставить, то это говорит о том, что у нее внутреннего вот такого чувства какого-то к ребенку его просто нет. То есть ей абсолютно без разницы. Ну, а что мешает женщине отнести в тот же бэйби-бокс, если он будет положить ребенка, и судьбу его уже там будут решать другие люди? Вот, значит, ну, дай бог, если эта женщина дойдет до бэйби-бокса. Но я еще раз повторяю, что у нас сегодня ведь возможность оставить ребенка, если в роддомах, и если уж она не хочет воспитывать. И как вот Павел Алексеевич сказал, что действительно ведь сегодня вот, если вот, допустим, это все идет нормально, значит, женщина, с ней ведь можно провести работу и с семьей работать в конце концов, чтобы потом они как-то повернулись лицом к этому ребенку. А так, когда женщина оставляет, допустим, в бэйби-боксе или там кто-то приносит в бэйби-бокс ребенка, это получается, что, в общем-то, она и в следующий раз может точно так же родить, и без разницы будет абсолютно. То есть мы будем воспитывать, опять же, вот в нашем обществе, в наших вот женщинах, мужчинах, вот такое отношение. А, там я погуляла, захотела, погуляла там, забеременела, родила, а там хоть трава не расти. Но да, мы сохраним жизнь ребенка. С этим я согласна, и одна жизнь ребенка, она стоит этого. Но я хочу сказать, что мы должны в целом-то, наверное, тоже общество воспитывать. К сожалению, оно из года в год становится все жестче и жестче, потому что все больше и больше каких-то таких вот случаев происходит, которые абсолютно в норме морали, никак просто их писать невозможно. Ольга Леонидовна, вы говорите, что матерей убеждают, ну, проводят беседу, по крайней мере, с тем, чтобы они оставили детей. Вам когда-нибудь такие беседы доводилось проводить? Вот, значит, чтобы оставили детей у себя, чтобы ребенка оставили у себя. Ну, вот таких примеров, конечно, у меня не было, таких вот обращений прямо таких явных и напрямую. Но у меня было вот одно, значит, обращение со стороны не мамы ребенка, но там такая ситуация была, что девочка, в общем-то, забеременела отца жителя матери. И ко мне обратились просто люди, которые обеспокоены были с этой ситуацией, говорят, что девчонке-то там вот 14 лет, и если вот, значит, она там аборт ей сделает, неизвестно, ведь дальше что будет и каким образом. Мне пришлось, в общем-то, заниматься вот таким вопросом. Но там мама ребенка, она, ну, ребенка тоже 14-летняя, этой девочки, она была просто вот категорически настроена на то, что, в общем-то, этого ребенка не надо. Потому что раз такая ситуация произошла в семье, и она просто сказала, что нет, вы вот даже меня не разговаривайте, не уговаривайте меня, хотя ей все последствия объясняли и доктора, значит, в общем-то, и все абсолютно, и я пыталась с ней поговорить. Да, я пыталась с ней, разговаривала, но там было вот принято такое решение, которое не изменило, и там и психологи пытались, разговаривали все, но не изменились. Ольга Леонидовна, я хочу напомнить телезрителям, мы в прямом эфире, телефон 639-717, мы говорим о правах детей, звоните, задавайте вопросы, ну, а выпуск продолжит рекламный блог. А ты хочешь пользоваться стабильным интернетом со скоростью до 80 мегабит совершенно бесплатно? Тогда скорее подключайся к сети Архангельской телевизионной компании и получи два месяца интернета в подарок. Подробности по телефону 639-639 и на сайте www.atvc.ru АТК. Надежный оператор услуг связи нашего города. Клиника «Доктор Соран» заключает договора с организациями на проведение ежегодных профосмотров. Также проводим медкомиссии плавсостава с выдачей международных сертификатов. «Доктор Соран» на Карельской, 37. В эфире «ПС-Информ». Мы работаем в прямом эфире. Телефон 639-717. Сегодня мы говорим о правах детей. В нашей студии уполномоченный при губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольга Смирнова, Ольга Леонидовна. Хочу с вами обсудить еще один законопроект. Мосгордума призывает установить всем детям комендантский час. Штраф для родителей будет составлять от 100 до 500 рублей. Как вы к этому относитесь? Не будет ли это ограничением прав детей? Я считаю, что комендантский час необходим для определенного возраста. Почему? Потому что, к сожалению, к Великому мы с вами только что разговор вели об опасностях, которые могут подстерегать наших детей. Мы прекрасно должны понимать, что мы должны с нашими детьми разговаривать, их убеждать в том, что есть определенные, конечно, какие-то ограничения, которые они должны тоже понимать и соблюдать. Потому что ведь у нас не все исходит только от прав ребенка. Я вот все время разговариваю, когда с детьми, говорю о том, что вот право, вот твое право и вот рядом находящегося второго, такого же, значит, твоего сверстника, оно такое же право. И вот когда одно право накладывается на право другого ребенка, что возникает у того и у другого? Определенные обязанности друг к другу. Так ведь? А вот, значит, и в то же время ответственность друг перед другом. И, конечно, вот это вот все вместе необходимо и вести разговор об этом, что да, есть определенные моменты. И они сделаны не для того, чтобы как-то ущемить тебя, скажем, или твою свободу как-то ограничить. Хотя в этом плане тоже могут ищить какие-то, значит, разговоры. Но это прежде всего сделано для того, чтобы, значит, тебя и оградить от каких-то моментов, То есть если ребенку что-то нельзя, нужно дать понятие. Да, обязательно объяснить, убедить, рассказать. И чем больше вот мы, родители, будем разговаривать со своими детьми, чем больше мы будем пояснять и с ними вообще вести беседы на разные темы, тем больше наши дети будут доверчивее к нам, и мы будем понимать, что тем больше мы вкладываем в них того, что необходимо, и меньше будет возникать ситуации, когда наши дети будут проявлять какую-то агрессию, жестокость по отношению к другим. Потому что ведь основа в ребенке, это вот наша любовь прежде всего к ребенку, наше отношение к ребенку, они ведь проецируют наши дети. Но возвращаясь вот к комендантскому часу, это ведь все-таки запрет. Ну, не выходить нельзя. Да, конечно, конечно, определенный запрет. И я думаю, что вот этот штраф, там от 100 до 500 рублей, конечно, он не настолько, так скажем, велик, этот штраф. Ну, сработает это. Но думаю, что в какой-то степени, наверное, сработает. Но я не думаю, что он так вот прямо сработает и для всех. Но в какой-то степени сработает. Потому что если ребенку все правильно пояснить, объяснить, я думаю, что он это поймет. И подводить своих родителей он не должен. Он прекрасно понимает, что если он что-то сделает, то это, значит, прежде всего будет огорчение для его родителей. Вот если вот такая вот семья, которая должна быть, вот семья. Ну, я очень всегда говорю, что у нас большинство таких семей, конечно, их большинство, вот таких настоящих хороших семей, где действительно все на понимании, на любви и на добром отношении друг к другу, вот там и дети понимают, что этого не нужно делать, и родители им правильно все объясняют. Ольга Леонидовна, в феврале исполняется 5 лет, как вы пребываете в должности уполномоченного по правам ребенка. К вам дети сами обращались? Да, дети сами обращаются. И, конечно, это прежде всего касается детей, детей, оставшихся без попечения родителей. Вот, но и, конечно же, в общем-то, и такие дети тоже обращаются. И вот последнее, буквально могу привести два примера, когда ко мне обратились дети. Один, значит, ребенок ко мне обратился, значит, по поводу того, что у него возникла конфликтная ситуация, значит, тоже с неродным отцом, но он живет в приемной семье, и вот муж этой приемной, его мамы, значит, у них возникла конфликтная ситуация, и, в общем-то, мне пришлось выезжать по этому случаю и отрабатывать его. Причем это было буквально в преддверии Нового года. И этот мальчик мне позвонил, и, в общем-то, мне пришлось с ним разговаривать. Он даже не хотел вначале себя называть, но потом, когда он стал доверять мне, только после этого мне удалось узнать его и фамилию, и имя, потому что он боялся, он боялся, что какие-то могут быть последствия, еще более худшие для него со стороны вот этого, значит, мужа, его приемной мамы. Но надо сказать, что сейчас эта семья на контроле, и с ней работают и психологи, и соответствующие органы, и мы тоже эту ситуацию держим на контроле, поэтому и с мамой с приемной созваниваемся, потому что мама-то оказалась очень хорошей, и нам удалось поговорить, побывать в семье, в общем-то, отработать эту ситуацию. То есть дети начинают понимать, что такое их права, знают, куда обратиться, да, за тем, чтобы отстояли их права. Ну да, и вот на днях, вот тоже к нам тут обратился молодой человек, здесь уже касалось, значит, ситуации ВКонтакте, значит, он расположил там свои фотографии, и второй тоже такой же молодой человек решил воспользоваться этим. Его фотографии стал вставлять, значит, там в другие какие-то, значит, моменты, причем это было не очень, значит, ему это было приятно, он, значит, считал, что это его, значит, как бы ущемляет, и, в общем-то, это нехорошо, и как-то к нему, он говорит, что другие ребята стали как бы к нему относиться не очень. Ну вот тоже пришлось, да, пришел, обратился, тоже пришлось заниматься этим вопросом. Вот в связи с этим у меня вопрос, в правильном ли мы направлении идем в плане, вот действительно, предоставления прав детей? Мы знаем, что свобода одного, да, заканчивается, где начинается свобода другого. Как вот не перегнуть эту палку? Я спрашиваю, это в свете вот какой новости, которую я хочу с вами обсудить. Ученик четвертого класса избил свою классную руководительницу под локотником от дивана за сделанное ему замечание. Давайте узнаем, что пишет об этом информагентство. Классный руководитель собрала детей для обсуждения учебного процесса. Во время беседы один из учеников вел себя шумно, отвлекая педагога и своих одноклассников. Школьник не реагировал на замечания учительницы и высмеивал ее. Когда ученика выгнали из класса, он начал оскорблять учительницу. В коридоре он схватил подлокотник от дивана и накинул сына педагога, ударив ее доской несколько раз. Ученик 11 класса решил вступиться, но разбушевавшийся подросток укусил старшеклассника и продолжил избивать учительницу. Как рассказала мать 11-ти классника, пострадавшего во время драки, юный дебошир за год избил уже вторую учительницу. По ее словам, от буйного школьника страдают и другие дети. Не усердствуем ли мы, доказывая и показывая детям, что у них есть права, что они имеют право на все? Я знаю, что стереть с доски и попросить ученика стереть с доски, убрать посуду в столовой, это вроде как эксплуатация детского труда. Не зашли ли мы слишком далеко? Я всегда уже говорила, и даже на этой уже передаче произносила следующее, что прав не бывает без обязанности и ответственности. Это надо все рассматривать всегда воедино. И разговаривая, встречаясь с детьми, мы как раз эти все моменты именно таким образом и проводим. Потому что вот здесь должно быть понимание вообще всего и вся. И вот здесь вот по этому случаю я считаю, что, конечно, уже тоже говорила, еще раз повторюсь, что дети проецируют то, что делают взрослые, к сожалению. Если они вот эти моменты видят, а сегодня, к великому сожалению, они могут эти моменты видеть где угодно. Они видят и в семье, сегодня нас и в компьютере, если зайти, можно массу всего увидеть. И здесь мы говорим, что там надо безопасность, вот медиабезопасность, это тоже очень важно. Не бояться, взрослые. Дело все в том, что вы понимаете... Мы, например, боялись учителей с запущенными глазами, да? Ну, боялись действительно статус. Вы понимаете, когда, если мы, воспитывая ребенка в семье, если мы ему не будем давать, чтобы было какое-то уважительное отношение значит, педагогам, взрослым людям, если мы будем там какие-то высказывания в отношении тех людей, которые сегодня обучают наших детей, произносить не очень лестно в присутствии этого ребенка, то он это будет ведь все слышать. И потом, когда вот он... Говорят, что вот уже это дважды произошло. Значит, была уже один раз агрессия. Как мы отреагировали на эту агрессию? Ведь агрессия, если мы отреагировали такой же, вот, допустим, значит, какими-то строгими мерами, запретами и так далее и тому подобное, то у него она может уйти внутрь, вот эта агрессия, она снова потом вылится. Вот, значит, и вы представляете, по-разному. Тут вот надо по-разному отреагировать. А самое-то главное, что мы всегда говорим, что, к сожалению, к великому очень много идет от нас, взрослых, от семьи, от всего вообще. Вот что мы разрешаем смотреть ребенку по телевизору, какие мы игры ему позволяем играть. Ведь на этом все, вот, строится сегодня воспитание нашего ребенка. Ну, вот говоря о жестокости, жестокости, верно, жестокость родителей, прежде всего, пример для детей. Я бы хотела обратиться еще к одному видео, которое сильно облетело интернет. Давайте посмотрим. Неожиданно для всех женщина стала жестоко бить шестилетнего мальчика. На видео, которое появилось в сети, видно, как женщина бьет ребенка по голове, а после того, как он падает, со всей силы бьет его ногой в живот. Как выяснится позже, женщина попыталась получить детское пособие, но снять 2000 рублей с пластиковой карты не получилось, что и привело ее в ярость. Свою агрессию она тут же выместила на собственном сыне. В отношении горя матери возбуждено уголовное дело. Мне кажется, что если бы все видео подобного характера, то и хуже выкладывались бы в сеть, интернет, наверное, просто взорвался бы от жестокости. Ведь сплошь и рядом такие случаи, так? К сожалению, такие случаи имеют место быть. Но вот вы видите вот этот ролик? Там же стоит взрослый человек рядом. И он практически наблюдает это. А кто-то еще снимает? Да, а кто-то еще снимает. Вот как это можно наблюдать? Вот я понимаю, конечно, что вмешиваться, вот как бы получается, что ЕЗЭ, что это вроде как мать, это ребенок. Но, извините меня, как можно наблюдать вот это вот все? Конечно, к сожалению, к великому, у нас ведь разное бывает жестокое обращение к ребенку. Понимаете, у меня было два звонка тоже буквально перед Новым годом. Я от последних просто случаев вспоминаю. Их много, потому что обращений много. За эти годы у нас 5065 обращений пришло к нам. Но вот два случая. Мне звонит женщина и говорит о том, вечером, около 11 часов вечера, говорит о том, что мамочка оставляет одного ребенка трехлетнего дома и сама уходит почти на целую ночь. Она не назвалась этой женщиной, но сказала мне адрес. Я стала, значит, сразу же звонить в полицию, выяснять и так далее. Действительно, когда приехал инспектор ПДН, ребенок трехлетний оставлен дома один. Мамочку эту из бара практически собрали и привезли домой. И что сделали? Вот, значит, понятно, что эта семья попала сразу же в поле, в поле, значит, органов системы профилактики. С матерью провели беседы, значит, работа ведется. Понятно, что семья будет на контроле. Выходили в органы опеки. Семья будет на контроле, а ребенок останется с матерью. Значит, пока да, но чтобы увидеть, как она дальше будет относиться к ребенку. А как правило, меняются люди? Вот, значит, но иногда вот такие стрессы бывают, и положительно человек, значит, реагирует и начинает задумываться над этим. А чаще всего? Дай бог, если эта работа поможет. Но меня вот в последнее время стало радовать, что все-таки у нас восстанавливаются в родительских правах. И, в общем-то, такие моменты имеют место быть. Но бывают и такие случаи, когда вот мы не должны закрывать глаза на это. То есть они очень разные бывают эти случаи, просто вот противоположные. Вот я, например, когда начинала работать, значит, у нас погиб 4-летний ребенок, девочка, когда, значит, она предварительно была изнасилована сожителем матери, насилие претерпела. А потом на следующий день ее мать просто избила так, что были травмы несовместимы с жизнью. Все, ребенка не стало. А сложно выявить вот это насилие вовремя в семье? Ну, ведь для этого у нас и работают структуры и органы системы профилактики. Когда, если возникают какие-то моменты, значит, на это обращают внимание. И если это ребенок ходит в детский сад, если он учится в школе, то, конечно, значит, эти вещи тоже ведь становятся рано или поздно известными. Значит, и обращают внимание и органы опеки, и соседи. И вот, кстати, иногда ведь обращаются и соседи. Ну, то есть общество уже становится более внимательным. Да, и обращаются и соседи. Вот, пожалуйста, я вам пример привела. У меня подсказано, у нас осталось буквально несколько минут. Все-таки хочется поговорить, хочется, чтобы вы сказали об итогах вашей пятилетней работы. Какие самые главные, можно подвести итоги, что вы для себя, может быть, выделяете? Ну, я хочу сказать о том, что, конечно, за этот период времени количество обращений, оно из года в год росло. И в конечном счете, вот на 1 января 2016 года, вот если взять вот этот промежуток времени, в котором мы работали, у нас 5065 обращений. Я считаю, что все-таки за этот период времени это достаточно немало. И, конечно, меня беспокоит прежде всего то, что на втором месте у нас это внутрисемейные отношения. Вот на первом это жилье, а второе место это внутрисемейные отношения. Это говорит о том, что нам надо всем обратить внимание на то, что наши семьи, вот именно внутри нашей семьи, стараться не нарушать право ребенка. И это вот стараться действительно с любовью и с пониманием относиться к своим детям и с добротой. Вот это меня, конечно, печалит. Ну и, конечно, бывает достаточно много обращений в системе образования. Вот в системе социальной защиты, здравоохранения, конечно, вот такие. И есть такие обращения, которые касаются и имущественных прав, и защиты детей на окружающую среду, и многие-многие другие. Ольга Лениновна, большое спасибо. Ждем вас в этой студии. Да, будем надеяться, что все сбудется, что дети наши будут в безопасности, будут счастливыми и здоровыми. Спасибо вам большое. В нас в гостях была полномоченная при губернаторе Архангельской области по правам ребенка Ольга Смирнова. А сейчас выпуск продолжит рубрика «ПС регионы». Сегодня в Москве стартовал 15-й съезд «Единой России». Двухдневный форум начался с дискуссионных площадок. Всего их работало 10. Их участники обсудили вопросы здравоохранения, образования, развития сельского хозяйства и поддержки предпринимателей. На площадке «Бюджетная и налоговая политика» работала и член делегации от Архангельской области, депутат Госдумы Елена Вторыгина. Мы связались с ней по телефону. Очень активно работала площадка, потому что хорошо выступали муниципалитеты. Что самое главное, мы услышали, что в первую очередь все регионы ждут, я об этом говорил неоднократно, должна быть честность бюджетов. Как бы этим словом назвали сегодня, честность и прозрачность бюджетов. Что сегодня неправильно идет распределение бюджетов между федералами, регионалами и муниципалитетами. Нам нужны сегодня новые точки роста экономические. Новые точки роста, значит ничего не будет. При этом мы говорили, что нужно обязательно, это мы все время сейчас говорим, сохранить при любом бюджете социальное обязательство перед гражданами России. Это и пенсии, это социальные пособия. И не только сохранить, а еще и индексировать на это деньги в бюджете, несмотря на какие эти самые секвесторы должны быть. Ну а завтра, в заключительный день форума, в работе пленарного заседания примет участие председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев. Будет утверждено положение о порядке проведения праймарис. Именно по итогам результатов этого голосования будет формироваться список кандидатов Единой России в Государственную Думу. Добавлю, что второй этап съезда партии намечен на июнь. Другим новостям областная прокуратура вывела власти Северодвинска на чистую воду. По вине местной администрации городские сточные воды сливались в реку Камбалица. Установлено, что на выпуске ливневой канализации в районе улицы Логинова отсутствуют очистные сооружения. В результате чего сточные воды сбрасываются в реку Камбалица с превышением нормативов загрязняющих веществ. Чтобы устранить нарушения, прокурорам в суд предъявлен иск к администрации Северодвинска. Она должна организовать очистку сточных вод и провести инвентаризацию сетей дренажно-ливневой канализации в перечисленных районах города в течение полугода с момента вступления решения суда в законную силу. А эстафету новостей подхватывает Новодвинск. Передаю слово моему коллеге из компании НОР-ТВ Диме Раймеру. Здравствуйте, коллеги. В Новодвинске проверяют потенциально опасные места. Это лифты, колодцы и газовое оборудование. Подобные мероприятия проводятся по всей России, так как участились несчастные случаи. Контроль необходим. И вот в частности прокуратура выявила ряд нарушений в системе газоснабжения. Объектом проверки были внутридомовое газовое оборудование. Сотрудник прокуратуры вместе с работником жилищной инспекции обошли 10 домов из разных управляющих компаний. Был выявлен ряд нарушений. Их оперативно устранили специалисты филиала Архоблгаз. Очевидно, что техническое состояние и ремонт газового оборудования должна осуществлять организация, которая имеет на это соответствующую лицензию и содержит в своем ряде сотрудников, которые могут этим заниматься. И вот в некоторых случаях такие договоры с такими организациями не были заключены. Возможно, эти проверки спасли кому-то жизнь. Например, в двух домах по улице Мира и Димитрова явно чувствовался запах газа. Проверяющие вызвали газовую службу по номеру 04. Специалисты приехали в течение 8 минут и устранили утечку. Кстати, проверка газового оборудования должна проводиться по условию договора с управляющей компанией. А состояние дымовых и вентиляционных каналов необходимо проводить минимум 3 раза в год. В ходе проверки выяснилось, что ни одна управляющая компания не заключала договор на обслуживание дымовых и вентиляционных каналов. Материалы проверки по семи управляющим организациям направлены в органы Государственной жилищной инспекции Архангельской области с тем, чтобы последние решили вопрос о привлечении к административной ответственности лиц за допущенные нарушения. Анна Попова, Александр Пичугин, Егор Володенко, телекомпания Норд-ТВ. А сейчас новости из Наринмара. Об инициативе сотрудников заповедника Ненецкий расскажут журналисты телекомпании «Север». Статус международного может получить ценнейшее водноболотное угодие «Русский заворот», которое располагается на севере Ненецкого округа. Оно отвечает сразу семи из девяти критериев Международной конвенции о водноболотных угодиях, как места обитания водоплавающих птиц. С инициативой присвоить такой статус сотрудники заповедника Ненецкий обратились к министру природных ресурсов России. Водноболотное угодие «Русский заворот» расположен на одном из крупнейших пролетных путей водных и околоводных птиц, гнездящихся в восточноевропейских и западносибирских тундрах и зимующих в Западной Европе и Африке. Они летят через Ненецкий округ, летят на Плостров Ямал, на Плостров Таймыр, на Новую Землю. Все летят через Ненецкий округ. Представляете, по нашим данным, это больше 10 миллионов птиц пролетают на нашей территории. Но фактически получается, что у каждого вида свое место рождения. И уже на следующий год и дети, и все возвращаются в это место, где родились. Чтобы сохранить популяцию птиц, по словам сотрудников заповедника Ненецки, важно исследовать пути миграции, которые составляют тысячи километров и находятся на разных континентах. Объединить водноболотные угодья и людей для сотрудничества на пролетных путях позволил уникальный проект «Из Арктики в Африку», стартовавший в конце 2013 года. В качестве модельных областей выбраны Ненецкий автономный округ в России и район дельты реки Сенегал, являющийся конечными районами путешествий для дальних мигрантов, в основном некоторых видов куликов и уток. Проект выполняется группами специалистов из российского и сенегальского отделения – Wetland International. Мы называем это перелетным путем из Сенегала в Россию. Очень важно, чтобы на этом перелете организации и стран работали вместе. Ваша территория очень важна, очень большой вклад делают люди на месте для сохранения биоразнообразия. Существует ряд угроз, которые были обозначены в ходе наших встреч. Они связаны с развитием нефтяных разработок и других опасных факторов, которые могут быть решены благодаря нашему сотрудничеству. Государственный природный заповедник Ненецкий и национальные парки Джужд, Сенегал и Даулинг в Мавритании сотрудничают в сфере охраны мест обитания перелетных птиц, гнездящихся в Арктике и зимующих в Африке. Соответствующее соглашение было подписано 5 июня 2014 года в Наринмаре. Соглашение способствует повышению эффективности мер по охране мировых популяций мигрирующих птиц. Предусматривает обмен опытом между специалистами из заповедных территорий, экологическое просвещение местного населения и развитие туризма по наблюдению за пернатами в естественной среде. Любовь Пермякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Сегодня мы говорили о детях и тех, кто помогает им быть счастливыми. Несомненно, среди таких людей мастер спорта по художественной гимнастике, тренер и удивительно красивая девушка Анастасия Звездина. Завтра она отмечает свой день рождения. Желаем Насте, ее воспитанницам, удачи и больших побед. На этом наша программа подошла к концу. Ее повтор смотрите в 23 часа. Сегодня и в 7 часов утра завтра. А сейчас в нашем эфире премьера рубрики «Прямая речь». Кандидат философских наук Елена Доценко поделится своей точкой зрения на парадокс лидера. Добрый день. Рада встрече с вами, дорогие телезрители. Я Елена Доценко и мы начинаем новый проект «Прямая речь». Видеолекции на темы, которые волнуют нас всех и остро стоят на повестке. Итак, сегодня мы поговорим о человеке, о лидере и о каждом из нас. Наша первая тема «От железа к человеку». Конечно, это касается лидера, того, кто ведет за собой, вдохновляет, объединяет. Тот, кто без команды невозможен. Лидер – тот, кто видит цель, верит в нее и идет с вами вместе. При этом сам проходит этот путь впервые и может ошибиться. Вовсе не обязательно, кстати, что он главный. Не всегда лидер является руководителем. Лидер – руководитель – это идеальная ситуация. Но, во-первых, и в главных – он человек. Пусть на определенной позиции, но все же человек. Обычная история коммуникации складывается в пирамиду влияния. Вот так. В чем плюс? В возможностях. Виден больший горизонт. Лидер может знать больше расклад и видит выход. Кажется, все условия для прорыва и движения к мечте есть. Но возникает парадокс. Там, наверху пирамиды, тесно и людей физически мало. Посоветоваться не с кем. Уровень другой. Да и конкуренция жесткая. А рядом могут оказаться те, кто ставит перед собой цель выжить и укрепиться. Современная реальность, динамика, фастфуд, эпоха новых скоростей, господство желтой прессы, которая пишет обо всем, что продается, заставляет настоящих лидеров брать всю ответственность на себя. Человек вынужден принимать удар и бороться с неожиданными порывами политических ветров. Тут нужно быть сильным и мудрым, чтобы остаться честным и не сдаться. И не забыть, что все-таки главное это люди. Конечно, каждый из нас видит разный масштаб. Чем выше ты поднимаешься, тем больший горизонт, большие возможности. Но масштаб часто не позволяет разглядеть беду отдельно взятого человека. Приведу пример. Если вы находитесь в поле, то видно каждого. Вы можете посмотреть в глаза, но пройдете вместе не так далеко. Если передвигаться на вертолете, видно целое поле. Ну а если вы пересаживаетесь на Боинг, то, несомненно, дальше продвинетесь. Это новый горизонт. Один важный нюанс. Людей не видно вовсе. Ориентироваться можно только по приборам. Оперативно, четко, профессионально. Если лидер становится руководителем, командиром воздушного судна, то нужны правильные и отлично работающие приборы и соблюдение правил, чтобы долететь, куда нужно, и землю с небом не перепутать, и всех не угробить. Нужны каналы коммуникации, которые не врут. И чем качественнее они будут, тем лучше. Ведь смысл не в том, чтобы лететь, а в том, чтобы долететь до цели. Сохранить людей в самолете и не раздавить тех, кто на земле. Приведу еще пример. Человек по натуре своей идеалист и мечтатель. Но, попробовав изменить мир, раз, два, три, начинаешь думать. Сиди тихо, молчи. Инициатива наказуема. Отказываешься от мечты. И начинаются оправдания. Поиск виноватых. Мы начинаем обвинять лидера, руководителя. Но ведь часто сами, своими действиями, мы, говоря о демократии и возможностях, о том, как нам нужен настоящий мудрый лидер, до сих пор сами создаем царя-батюшку. Просим, чтобы пришел кто-то, построил нерадивых бояр и все решил. Дорогие мои, мы ведь живем у себя на родине. Мы с вами дома. А дома чужой беды не бывает. Надо вместе решать, сообща. Никто за нас не решит. Расскажу историю. Дело было в Устьянах. На дороге погибла под колесами машина собака. Устьяки, кстати, просвещенные люди, написали депутатам, губернатору, даже президенту. Коммунальный беспредел. Новый горячий анонс для ленты новостей. Так бедное животное лежало два дня, пока простой мужик, который не знал о такой глобальной заварушке, просто взял и убрал ее с дороги. Просто взял и решил вопрос. Сам решил, потому что дома. Кстати, этой зимой, собственно, вчера и сегодня, мы с вами все столкнулись с серьезной историей. Как всегда неожиданно, вдруг пришла зима. И дороги стали направлениями. Кажется, беда. Но она объединила нас всех, прохожих и автомобилистов. Мы стали более внимательными. И в конце концов, в нас проснулись люди. Вот, например, только вчера меня выталкивали из сугробов трижды. Все вместе, сообща. Такую дозу внимания и тепла от незнакомых людей я вчера получила. Спасибо. И фирменный респект. Кстати, об этом мы с вами не прочитаем. А тем временем мы читаем и видим в новостях не такие истории добра, а сплошной кошмар, что на улицу страшно выйти. Посмотрите ленту новостей. Опять взорвали, заминировали, добились свиным гриппом, какой-то там зикой. Только успехи хоккеистов до биатлоны радуют. А в большинстве своем развлекают нас козлами-тимурами и почем нынче, например, выставка Ван Гога, если прийти на Лабутенах, или народной забавой, гадание на курс доллара или какая там нефть лучше. В ближайшее время, видимо, еще за чем-нибудь увлеченно наблюдать будем, пропуская главное. А тем временем сосед сверху как кидал хапчики с балкона на тротуар, так и кидает. И при этом всех дворников и начальников ругает, на чем свет стоит. И плевать ему на всякие мечты, стратегии, на нас с вами с самого верху. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мудрость народная, между прочим. Но вернусь к человеку. И к лидеру. Ключ к решению проблемы-выход не в ресурсах и амбициях, а во внимании к человеку. Ключевое слово – любовь к людям. Надо перевернуть пирамидку. Вот так должно быть. И наши мысли тогда будут не бить по голове, а формировать прочный фундамент отношений. Это не стоит больших денег, но стоит невероятных усилий и лидера, и главное – тех, кто идет рядом. Основа этих отношений – взаимное уважение и чуткость, ответственность за слова и поступки. Это перестройка системы. Нужна открытость, высокая мотивация, честность и инициатива. А еще готовность начать с себя и умение выстроить здоровые каналы коммуникации. Тут важно слышать людей, иметь доверие и общее понимание цели. Самое трудное – договориться. А начать можно с маленьких добрых дел. Да, это требует сил. Сам рецепт известный. Встань иди. Так ведь написано. Позвольте еще один пример из жизни. Городской трампунт. Как-то раз я, обычный человек с вывихом ноги, сидя в очереди, нарисовала и отдала коллеге Минздрав человеческую логистику городского трампунта с точки зрения пациента. И даже написала, что нужно сделать. Отдала так просто на листке бумаги схему, как должны разместиться кабинеты, регистратура, гардероб, и что кнопка вызова санитара должна быть на улице, что нужно организовать прокат всех этих штуковин, кресел, костылей, что там еще нужно, и поставить автомат с водой. В общем, очень незатратные и простые действия, которые дают ощущение человеческого отношения и ускоряют процесс оказания помощи. Но, как оказалось, язык классической системы имеет другой масштаб. Исходя из него, оказывается, ремонтировать надо чуть ли не целый квартал. А мое простое человеческое предложение стало жалобой. Вот она, классика. В итоге ничего не изменилось. Вчера снова зашла в трампунт. Все по-прежнему. Так что будьте здоровы. И еще, оставайтесь людьми. Позвоните тому, кто вас любит. Я жду от вас новых тем. Пишите в личку. Благодарю.